Здравствуйте, с вами я, Харитон Вануйта, и это программа «Северный колорит». Мы рассказываем о жизни коренных народов с севера. Сегодня в программе. Ямал – это кузница кадров. Андрей Худалеев о молодежи с севера. Почему в чуме всегда тепло? Где была Наталья Хараля в разгар молодежного форума? Добро пожаловать на Ямал. Есть ли будущее у ямальского туризма, расскажет Наталья Вануйта. И соревнования по рукопашному бою в Салихарде. Клуб «Кварк» принимает спортсмена. И у нас в гостях федеральный эксперт Андрей Николаевич Худалеев. Здравствуйте, добро пожаловать на Ямал. Добрый день, спасибо за теплый прием и то, что мы сегодня с вами в студии. Главная задача форума на сегодняшний день – что в итоге должны решить? Очень много молодых ребят, достаточно молодых, но очень продвинутых. Вчера у нас была очень интересная диалоговая площадка. И вот она как раз и сформулировала возможные результаты этого форума. Ребята, которые читают законы не только про коренных. Это молодые депутаты из числа коренных младших народов. Это ребята, которые готовы сами участвовать в решении вопросов своих же земляков. И вот, наверное, основная задача из этого выросла, что создать некую, ну не создать, она сама появится, наверное, некую общность, такую команду, наверное, это слишком громко звучит, некую общность людей, которым, скажем так, небезразлична судьба молодежи коренных, молодчатых народов, их перспективы, развитие территорий, на которых они живут. И, исходя из этого, выработка предложений, в том числе представителям коренных, которые сегодня есть в законодательном плане власти. И это возможно, и будет решать экономические вопросы, и в том числе законодательные. Вы у нас на Ямале не в первый раз. Что удалось увидеть? Ну, наверное, сегодняшнее самое впечатление практически. Вот в студию я приехал прямо со стойбища. Стойбища очень важно. Ну, по сравнению с тем, что я видел раньше, для меня, конечно, самое большое произведение, ну, и представители коренных я был, и в чуме был, и так далее. Для меня самое большое впечатление произвела машина-бурлак, огромный автомобиль для проезда. Раньше такого не было, я не видел. Вот другие триколы, да, это то, что позволяет, наверное, сегодня передвигаться по северу, исходя из возможностей вот сегодня тундры. Ну, и, конечно, стойбища сильно поменялись, наверное, там, с 90-х годов здесь бывает. Конечно, такое количество снегоходов, да, хороших, добротных снегоходов, и видно, что и быт, и условия жизни коренных стали немножко другими. И какая бы техника ни была, мы должны понимать, что труд оленевода, он как был, связан с оленем, независимо от всей техники, и зависит от многих факторов, только он и остался тяжелый, но благодарный труд, и вот это, наверное, важно. Не все это видят, но вот я сегодня увидел как раз то, что хотел увидеть. Кстати, наступнейше была моя коллега вместе с участниками форума. Давайте посмотрим, не упала ли с нарты Натальи Хараля в нашем сюжете. Музыка Музыка Участники форума «Российский Север» дружной командой установили чум. Под руководством организаторов сначала выстроили каркас чума, затем покрышки, нюки чума. Музыка 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 Следующая задача, которая стояла перед форумчанами – собрать нарту без единого гвоздя. Музыка Следуя инструкции дружной командой, у ребят получилось очень даже неплохо. Музыка Музыка Пока участники соревнуются, оленеводы ловят ездовых быков, чтобы их, участников, покатать. На сегодняшний день оленеводы в своем образе жизни используют современную технику. Например, чтобы поймать ездовых быков для участников форума «Российский Север», используют снегоход. Музыка Попили горячий вкусный чай, а сейчас для них устроили настоящие покатушки на оленье и упряжке. Поехали, Мансу! Музыка Музыка Андрей Николаевич, вот насколько успешно у нас в стране реализуется национальная политика в целом, среди молодежи? Ну, если говорим о национальной политике в целом, то основной показатель – это отсутствие межнациональных конфликтов, наверное, ну и второе – это оценка людьми состояния межнационального взаимодействия. Ну, она достаточно высокий процент, почти под 196%, ну, по разным показателям. Вот среди молодежи, тут даже можно сказать не национальная политика, молодежь вообще как-то, она немножко по-другому относится к межнациональному взаимодействию. Они как-то ближе, у них общие интересы гораздо теснее переплетаются, чем у взрослых. И вот сам показатель того, что Российский Север здесь проводится, и мы работаем с молодежью, показывает то, что, вот, например, вчера мы работали, да, что у представителей коренных, и не только коренных, почти одни и те же проблемы. Там подняли одну проблему, вот на коренных, да нет, говорят, это у всех. И я считаю, что это один из показателей того, что мы работаем в правильном направлении, и сегодня как раз и позиция Росмолодежи, как Федерального агентства, и Федеральный агентство по делам национальности, направлено на то, чтобы дать возможность молодежи реализовать себя, в том числе в сфере межнациональных отношений. Если говорить об этно-туризме, у нашего региона есть перспективы? Мне кажется, что с развитием вообще Арктики сегодня вот у Ямал-Нейского округа одни из самых таких перспектив значимых, потому что таяние льдов – это повлечет за собой освобождение Северного морского пути, это развитие добычи полезных ископаемых, но то, что сегодня, мне кажется, в округе еще не оценили по достоинству, и у меня есть хорошие знакомые здесь, в Новом Улингое, что открываются перспективы для сельского хозяйства, чего раньше здесь не было. Ну, здесь уже за сезон и клубника вызревает, и помидоры в открытом грунте, и мне кажется, что вот это освоение немножко другое, кроме того, что хранится в подземных кладовых, оно, грубо говоря, при Полярном дне дает несколько другой аспект развития сельского хозяйственного производства, и в этом отношении, конечно, это совершенно другой мир, другие перспективы, но все равно мы должны согласиться, что все-таки это добыча природных ископаемых и обслуживание Северного морского пути. Как раз по туризму, по национальному туризму узнавала моя коллега Наталья Ивановна, и это ей слово. Несколько лет местом проведения форума «Российский север» является Салехард, город на Полярном круге. Отличное место, чтобы еще больше людей влюбилось в этот чудесный край вечной мерзлоты. А встретили здесь гостей по-ямальски, тепло, с радушием. Пожалуйста, Салехард! Работа форума началась на второй день. На четырех площадках обсуждали туризм в арктической зоне, как стать лидером, как продвигать культуру своего народа в проектной деятельности. Около сотни участников из 23 регионов, общественные деятели, блогеры, языковые активисты, ученые собрались те, кому не безразличен российский север. Я пошел в туризм. Интересно, потому что направление встречать гостей, что-то новое, как раз-таки узнать. Проект у меня, который я скоро хочу запустить, связан как раз-таки с туристической направленностью. Я хочу, чтобы меня приглашали с моим проектом, когда на какие-то значимые мероприятия. То есть у меня будет мобильный проект. Сегодня подведут итоги работы форума, назовут имена победителей грантов. Призовый фонд в размере трех миллионов рублей разделит между собой 11 победителей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Хантамасийского автономного округа, Магаданской и Иркутской областей, Санкт-Петербурга, Хабаровского края и Республики Коми. В март-апрель мы планируем снова собрать ребят в Салехарде, именно те, кто работает с сельской молодежью. Мы хотим их собрать, дать им какие-то новые знания по соц. проектированию. Пусть они пишут бренды, у себя тоже привозят деньги к себе в селах, деревни. Хотим все-таки, чтобы они там развивались и молодежь местную прокачивали. Константин Теседа из ГЭДы уже притворяет свои проекты в жизнь. В этом году он приехал в качестве эксперта. В поселке проводим мероприятия различного рода спортивные, культурные. И детям рассказываем про проектную деятельность, про то, что можно в проекте писать. И дети непосредственно участвовали уже в создании этих мультфильмов. То есть мы на основе «Мавл-Сетальни-Одов» все это делали. Каждый участник увезет домой багаж новых знаний, ярких впечатлений и знакомств. Каким вы видите молодого человека в сфере национальной политики? Ну, это, наверное, человек всесторонне развитый. Потому что в национальной политике нельзя быть только этнографом или историком. Это человек, который знает очень много с территорий, на которой он живет. Иногда бывает, приезжаешь с коллегами, общаешься в другую территорию, им рассказывают про историю их народа. Мне, например, обидно иногда бывает. С одной стороны, с другой стороны, когда рассказываешь, откуда что пошло. Вот человек, молодой человек, кто приходит в национальную политику, это тоже человек. Очень хорошо всесторонне развитый. Потому что это не только взаимоотношения между людьми. Это и перспектива. Вот сейчас вы говорили, ваша коллега, в репортаже о развитии этнотуризма. Но этнотуризм нельзя превращать в шоу. Это, в моем понимании, этнотуризм, это, например, это знакомство со смыслами, в том числе, жизни представителей того или другого народа. То есть многие люди хотят поехать. Не попробовать там национальной еды из пластиковой посуды, а понять, почему люди так живут в гармонии с природой, например. Спасибо, Андрей Николаевич. Как говорится, приезжайте еще раз. И добро пожаловать на Ямал. Спасибо. Это «Северный колорит» и мы продолжаем. В Салехарде прошел межмуниципальный турнир по рукопашному бою. Он посвящен памяти погибшего специальной военной операции Низжата Бабаева. На прошлой неделе в Салехарде состоялись соревнования по рукопашному бою. Приехали спортсмены из разных уголков Ямала. Приветствую всех здесь от имени Законодательного собрания Ассоциации «Ямал потомкам» и от имени Побечительского совета клуба «Варк». Водяк, Абро! Спасибо! Останавливайте. Ноябрь – значимый месяц для спортивного клуба «Варк». Ежегодно в это время они принимают лучших бойцов со всего Ямала. Сейчас у нас проходит традиционный, уже ставший традиционным турнир клуба «Варк» по рукопашному бою. Он еще ознаменован тем, что в этом году клуба «Варк» исполнилось 5 лет. Как правило, наш турнир собирает многие команды из других муниципальных образований, кроме Салихарда. На наших соревнованиях сегодня участвует 86 участников. И они представляют у нас с вами 8 спортивных клубов из Ямала-Ненецкого автономного круга. И представляют 6 муниципальных образований, 6 городов. Рано утром спортсмены были уже готовы выйти на татами. Соперники распределились по весовым категориям. Это правила у нас рукопашного боя. Они все российские и они идентичны всем соревнованиям. Значит, у нас из запрещенных моментов удар в затылок, удары в позвоночник, удары по суставам, удары в пах, удар прямой ногой в голову. Молодежь поддерживает здоровый образ жизни. Спортивные соревнования укрепляют дух молодых ребят. По примеру друзей, многие записываются в спортивные секции и достигают неплохих результатов. Народа у нас много, которые с гиды, пацаны, короче, занимаются. Вообще красавчики. Я думаю, что большие показатели показывают дети, которые занимались ненецкой борьбой. Потому что там много техники хорошей. И помогает в победе. Естественно, ударную технику, конечно, стоит отрабатывать. Потому что в бою без этого никак. Бои у нас идут успешно. На сегодняшний момент, по состоянию на 16 часов 5 минут, у нас с вами осталось до завершения всех тренирований 22 минут. Родион Пандо тренируется по правилам армейского рукопашного боя. За годы тренировок и соревнований успел побывать даже в Крыму. Бился с настоящими военнослужащими и занял первое место. Отец Родиона – мастер спорта по боевому самбо. Сейчас в финале Родион бьется со своим лучшим другом. Сколько раз они бились в финале друг с другом, никто уже и не вспомнит. Его соперник Виталий Худи – боец серьезный. Кто же победит на этот раз? Я думаю, что это два лучших бойца в своем весе. Они потому что уже много лет держат планку, задают темп соревнования. Это был мой последний бой на сегодня. Мы давно знакомы с моим соперником. Было очень тяжело. Бывает, он проигрывает. Бывает, и я. Иногда просто не попадаемся вместе. Чтобы побеждать, нужны ежедневные тренировки. Василий Ивануйтов среди новичков в своем весе был лучшим. Бой оказался очень сложным. Пара ударов после гонга не испортили общее впечатление. Желаю, чтобы все спортсмены достигали достойных целей. Занимались спортом. Не кулили, не пили. И чаши всегда почешали в зал. Везде. И чтобы нормальные были люди. Добрые там. На ковре вести себя надо спокойно, не кипишевать. Ну, так ты встречаешь прям. А в жизни надо себя вести. Достойно надо себя вести. Всем спорта. Люблю вас. Чтобы достойно показать себя в боях, нужно много тренировок. Помогает победить сила воли, целеустремленность, спортивный характер. Ну и, конечно, специальная подготовка. Победа держал воли Сиаса Джейсона. Янки Николаев Сиаса Джейсона нашего мира. Провел три боя. Из духа держал. И это срочно. И одну по очкам выиграл. Вот. Сейчас вот финальный бой был. Тоже удушающий прием выиграл. А так все хорошо. Все отлично. Я вообще базовый боксер. А так второй раз себя пробую. В армейском рукобашном бою. Ну, вроде как получается. Нормально все. Чуть-чуть борьбу потянуть, да, ноги. Думаю, можно и дальше куда-нибудь ехать. А вы что расскажете про бойца, вообще про сегодняшние соревнования? Это мой верный друг. Он все победитель и чемпион. Поэтому мы его поздравляем. Все, кстати, хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. Турнир на вылет по олимпийской системе показал, что в конце остаются самые стойкие и более подготовленные спортсмены. Из года в год любителям рукопашного боя этот турнир дарит массу впечатлений. Как спортсмены, так и их тренеры готовятся к этому турниру задолго до соревнований. И в Тазовском есть кому тренировать молодежь. Один из таких тренеров – Максим Няч. Сегодня он привез свою команду для участия в турнире. Парни показали свои умения, взяли четыре призовых места, а в команде пять участников. Это хороший результат. Такие сильные и крепкие ребята всегда нужны для защиты Родины. Наши парни еще занимаются боксом. Когда-то и я сам занимался им. Сейчас занятие боксом промагодирует Сергей Томилин. Я рад, что такие люди у нас есть, кто помогает молодежи реализовывать себя в спорте. Дальнейшие им это пригодится в жизни. Будут сами заниматься, других привлекут в спорту, пойдут в учителя. Этот турнир был посвящен памяти погибшего при выполнении боевых задач в зоне проведения спецоперации военнослужащего Ниджата Бабаева. Посмертно он награжден Орденом Мужества. Ребята все показали прекрасные поединки. Главное – готовность идти до конца. Невзирая даже на то, что где-то вы могли уступать в счете, в стиле, где-то в выносливости. Но ребята все у вас практически шли до конца. И многим данный фактор помог выиграть, что они идут до конца. Это очень важно. Выход на более высокий уровень, конечно же, есть. Главное, чтобы ребята верили в себя, не прекращали тренироваться, занимались с более сильными спортсменами. Тренерский штаб очень хороший. За вот эти два дня, пока мы находились здесь, мы пообщались с многими тренерами. Многие опытные тренеры в прошлом, и сами профессиональные спортсмены. Я считаю, что особенно парней, конечно же, нужно отдавать в рукопашный бой. Потому что там идет всесторонняя подготовка. В первую очередь, подготовка к службе в армии. Дисциплинирует как-то ребят. Ну, я говорю, всесторонне готовятся. Учатся бить руками, ногами, бороться, делать удушающие, болевые. Ну, в общем, он такой вид спорта, как это сказать, достаточно всесторонне. Что скажете другим клубам, пару хороших слов нашим спортсменам? Ну, во-первых, спасибо огромное, скажу, организаторам этого турнира. Прекрасно был организован, на хорошем уровне так. Пожелать всем успехов и спортивного долголетия. Мы популяризируем здоровый образ жизни, прикладные виды спорта, контактные, в том числе рукопашный бой. Но бойцы клуба ВАРК также принимают участие в любых соревнованиях по иным видам спорта, даже по контактным. Ну, естественно, соблюдая правила. В следующем году планируется еще более масштабное мероприятие. Поскольку клуб ВАРК в этом году выиграл грант. На этом все. Это была программа «Северный колорит». Подписывайтесь на наш канал «Этно Арктика». С вами был Харитон Вануэта. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова